Если вы хотите, чтобы в вашем населенном пункте отремонтировали дорогу, построили новую спортивную площадку или детский игровой комплекс, благоустроили парк, все это в ваших силах. Для того, чтобы ваши идеи по благоустройству стали реальностью, в Крае уже больше 10 лет работает программа поддержки местных инициатив. Свыше 700 объектов, основанных на местных инициативах, уже появились на всей территории региона. Кстати, каждую пятницу в эфире нашей телекомпании вы лично можете увидеть все эти объекты в программе «Время – дело». Ну а если у вас тоже есть идеи, то оставайтесь сейчас с нами. Министерство финансов Ставропольского края объявляет проведение конкурсного отбора проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. Ваши предложения вы можете направлять в администрацию вашего населенного пункта или озвучить их на сайте pmask.ru. Подробнее обо всем этом мы поговорим прямо сейчас с заместителем председателя правительства, министром финансов Ставропольского края Ларисой Анатольевной Калинченко. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Вот много говорим, 10 лет, но каждый раз находятся люди, которые впервые слышат, и им это интересно, и думаю, повторение мать учения в любом случае, надо опять все рассказывать. Потому что молодежь подрастает, идеи появляются. Вот наши новые ресурсы, так сказать. Лариса Анатольевна, ну вот давайте сейчас просто сначала. Подача документов стартует, новая получается. Да. Когда? 21 июня старт программы на краевом уровне на очередной сезон был дан. От муниципалитета, то есть от местной администрации мы принимаем заявки до 30 августа. Время есть. Время есть. Но это время, собственно говоря, и для администрации тоже. Слушай, а если мы говорим о жителях, вот я живу в городе Ставрополь, когда я могу подать заявку? Заявку подавать уже можно в местную администрацию, ну вот начиная еще с 21 июня, но и сегодня, и завтра, и так дальше. Но окончательный срок приема идей от населения устанавливает каждая местная администрация отдельно. Поэтому можно уточнить и в телефонном режиме, и на сайте администрации, и так далее. Информация в любом случае вся эта будет. То есть просто мы уже знаем, мы хотим, чтобы об этом знали наши телезрители, что можно обратиться в администрацию и уточнить сроки, когда можно подать. А мы от уже оформленную, упакованную в виде документа заявку принимаем от администрации до 30 августа. В каком виде заявки подаются? Вот обычный человек без специального образования и знаний фотошопа и всего остального может подать заявку? Конечно, это все абсолютно просто. Есть несколько вариантов. Один из вариантов, который мы предлагаем для людей, читающих местную прессу, в каждой местной газете публикуется, можно сказать, формат объявления. Вам нужно только заполнить свое фамилия, имя, отчество, обозначиться, что это вы, внести свою идею, где вы хотите видеть и какой проект улучшения жизни на своей территории. Это кратко все подается? Абсолютно точно. Нет, вот знаете, я вот проживаю на улице Мимоз, и у нас нет пешеходной дорожки. Сделайте пешеходную дорожку от дома номер 8 до дома 35. То есть поэму мы не пишем? Нет, абсолютно. Просто обозначаем идею, которая есть, и я как инициатор готова эту идею продвигать. Вот примерно такая идея. Это вот такой самый простой вариант. Это пример, да. Да, как пример. Можно обратиться абсолютно правильно, вы сказали уже, на официальный сайт pmisk.ru, где подача... Напрямую, получается. Напрямую, да. Это единый такой портал большой, куда подают заявку, может подать любой житель края, независимо от того, в каком населенном пункте он проживает. И эти все заявки потом, что называется, сортируются по местам жительства и передаются в местную администрацию. А вот чего больше все-таки поступало, если смотреть практику прошлого года на сайт или в письменном виде? Сайт у нас работает вот с таким функционалом, с такой новой опцией «Первый код». И нам самим даже интересно, да. Нам самим даже интересно, как будет это работать на весь край. В предыдущие годы и в текущем году можно подать еще свою заявку на сайте самой администрации населенного пункта, где вы проезжаете. Третий способ. Можно просто написать заявление, то есть не вырезав его из газеты, чтобы ее искать. А, то есть не обязательно, не обязательно, да? Просто заявление от себя. Да, можно просто написать заявление от себя в свободном виде и ставить, там, скажем, в приемной или в любом отделе администрации. Эти документы будут переданы обязательно для рассмотрения. По статистике, вот от одного населенного пункта, ну я не знаю, конечно, сравнивать сложно, потому что брать город Ставрополь, допустим, какое-то маленькое поселение, Ну вот, если брать в среднем, ну, сколько заявок подается? На конкурс от муниципалитета может быть подана, ну, как бы, вариативность есть, которая зависит от численности населения. И это правильно, да? Чем крупнее населенный пункт, ну, площадь больше, да, есть больше точек притяжения и решения проблем. Одну заявку может подать населенный пункт численностью до 30 тысяч человек. Одна заявка, да? Да, одна заявка. От 30 до, по-моему, 70 тысяч человек могут подать две заявки, до 153 заявки и свыше 150 тысяч населения пять заявок, которые могут быть поданы. Ну, сразу хочу сказать. Да, фактически, ну, мы больше не принимаем, но сколько обсуждает администрация, вот это интересно. Ну, например, в Станице-Барсуковске, в Кочебеевском районе, в прошлом году, они могли подать одну заявку. Но на общем собрании населения они обсуждали четыре проекта. И из четырех проектов выбирали один. Тот, который, ну, скажем так, наиболее важнее. Да, важнее, как бы, приоритет был поставлен людьми на общем собрании. А вот эти заявки, которые, ну, не прошли, допустим, конкурс в том году, они как-то плавно перетекают или надо по новой подавать заявку? Они могут подаваться заявителями заново. Почему заново? Потому что, ну, может измениться актуальность, да? Или, например, ну, вот мы хотели там, вот, как я, как житель, хотела пешеходную дорожку, но ее уже сделали в рамках, там, комфортной городской среды. Да, поэтому заново надо все-таки, да? Поэтому подаем заново, да. В этом году, понятно, сайт новый появился, да? У нас что-то еще новое в программе изменилось? Да, мы каждый год стараемся совершенствоваться, но не потому, что, на наш взгляд, вот чего-то мы не доработали. Но поскольку это проект для людей, мы всегда стараемся притворить предложения, которые поступили от граждан. Это такая, знаете, общая идея программы, начиная от ее, там, да, основ, методологии и заканчивая реализацией. Что в этом году? Были в течение года обращения и к губернатору нашего края Владимиру Владимировичу Владимирову, и в Минфин, как организаторам проведения конкурса. От депутатского корпуса предложения такие были. У нас было ограничение. Заявка от населенного пункта, численность населения, в котором не менее 750 человек. И наши жители более мелких населенных пунктов говорили, но это несправедливо. А есть же такие, и он не один. Да, конечно, конечно. Мы тоже хотим. И вот в этом году, прислушавшись к инициативе СМЕСТ, такая возможность участия населенным пунктам с численностью свыше 500 человек предоставлена. И у нас таким образом получается дополнительных 38 потенциальных участников программы. То есть вот я обращаюсь к жителям этих маленьких населенных пунктов. Да, да, это очень важно. Воспользуйтесь этим вот с предоставленным впервые возможностью участвовать в конкурсе. Ну, вот на местах как-то эта информация что же доносится до жителей? Конечно. Во-первых, все условия мы еще раз как бы всегда проговариваем. Во-вторых, у нас есть школа местных инициатив. Мы говорим об этой местной администрации. Потом мы просим, у нас же информационная компания такая двухуровневая. Мы говорим об этом на региональном уровне, в том числе и с помощью программы «Время дела» или вот сегодняшней новостной передачи. Но и также информационная компания проводится на уровне местном. И если мы еще говорим о новшествах отбора на 2020 год, такое новшество тоже есть. Следующий год 2020 это год годовщины, да, 75-летний годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. И нам предсталось возможным и, наверное, правильным выделить в отдельное направление возможность подать проекты, связанные с реконструкцией, с ремонтом памятников. Они будут в приоритете? Памятников. Это отдельно. Это выборы людей. Это выборы людей. Мы говорим, что можно теперь подать заявочку на ремонт памятников, воинских захоронений, мемориалов и так далее. То есть то, что все наши места, которые отмечены, знаками событий, которые произошли на территории края в годы Великой Отечественной войны. Прозвучала информация о школе, да, местных инициатив. Да, есть такая. Что это за школа, кто в ней учился? На самом деле школа такая свободного доступа, я бы сказала. Кого мы приглашаем туда обязательно? Тех людей, которые организовывают работу на уровне своего населенного пункта. Это безусловно. Но мы всегда на эту школу приглашаем представителей общественных организаций. У нас ведь в каждом населенном пункте есть уличные комитеты, домовые комитеты, есть общественные организации, женское движение, ветеранское движение, молодежное движение. Все, да? Все заинтересованы, получается. Потому что каждый из этих общественных организаций выражает точку зрения и интересы определенной группы лиц, связанных по какому-то признаку. Поэтому мы всех приглашаем. Для чего? Для того, чтобы еще раз напомнить, как, что они могут, какие возможные варианты. Потому что некоторые вещи, ну, люди просто говорят, а знаете, нам даже в голову не приходило, что это возможно. Мы говорим, да, это возможно. И поэтому даже знакомство с опытом другого населенного пункта, из другого района, это тоже, слушайте, ну какая хорошая идея. А эта школа где организовывается? Мы выезжаем на место. То есть в Ставрополь не надо ехать специально? Не надо, нет. Мы выезжаем на место и в каждой территории, в каждом муниципальном районе, как мы привыкли территориально говорить, выезжаем туда, объявляется место, время и всех заинтересованных лиц приглашаем. Выезжаем на целый день. Как посещаемость в школе. Ну, знаете, хорошо. И нам особенно приятно, когда приходят представители общественных организаций, просто граждане, которые узнали об этом, им интересно, они пришли, задают свои вопросы. Десять лет действует программа. С чего начиналось? Сколько заявок было, помните? Ну, начиналось-то у нас на территории Арсгирского муниципального района. Там была сам Арсгир, как город, и три поселения на территории Арсгирского района, Каменная Балка, Серафимовская. Они вот впервые проводили идеи. Было сложно, ничего не хочу сказать, потому что нужно было убедить людей, что это на самом деле реально. Ну, да, вот вы сейчас нас тут агитируете. Да ладно, обещали, слышали мы это все уже неоднократно и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день поселение Арсгирского района уже признано абсолютно точно. Все мы их называем витринами местных инициатив. Они у нас такие аксакалы, делятся опытом. Мы их приглашаем и на семинары, которые проводятся. Но хочу сказать, что им чем дальше, тем сложнее. Почему? У них очень хорошие конкуренты. Люди учатся быстро. Программу уже поверили. И поэтому очень интересные идеи, которые реализуются на территории других муниципальных образований. И новые формы. Если, скажем, идеи выдвигают новые идеи, у нас генераторы идей граждане, то администрация каждый год старается изменить подходы, какую-то информационную кампанию, новую нотку в нее внести, охватить тех людей, которые еще, может быть, не совсем участвовали. Знаете, и мы тоже развиваемся вместе с программой. Например, вот я сейчас думаю просто, как это сделать. Опять же, мы это делаем всегда, советуюсь с населением. Мне кажется, что нужны отдельные проекты для особенных людей, для людей с особенностями здоровья. Это нужны отдельные проекты. Вот у вас уже новые идеи прямо здесь рождаются. Да, очень хочется. Наперед все работает. То есть не нужно ничего искать, оно вот все рождается по ходу. Лариса Анатольевна, давайте напомним зрителям, что все, о чем мы сейчас с вами говорили, можно не только посмотреть на сайтах, но и в нашей программе «Время дела», которые выходят у нас по пятницам на своем ТВ в 20.00. Маша и Рома показывают, рассказывают, как все это, что было и что стало. Да, и все потому, что люди просто захотели. И ничего сложного, подать заявку нет. И если у меня еще есть минуточка, я хочу сказать, что у нас замечательная, пришла с хорошей новостью в вашу студию. Если на начало года у нас было отобрано 222 проекта, то сейчас в результате экономии торгов, которые по отбору подрядчика были проведены нашими муниципалитетами, есть такая возможность и будет предоставлено право еще 18 проектов реализовать в текущем году. И общее число проектов у нас тогда увеличивается до 240. Вот такого числа проектов у нас не было никогда. И абсолютно убеждена, что еще до конца года, у нас 6 месяцев, эти проекты 18 новых будут реализованы тоже. Поэтому такая замечательная новость для наших территорий, которые по ранжиру, что называется, следующие 18 проектов. Я напомню, что говорили мы о программе поддержки местных инициатив. Все это есть на сайтах ваших администраций, есть отдельный сайт, есть наша чудесная программа. Еще раз повторю, потому что визуальным все-таки может быть легче воспринимать информацию. Это время дела. Смотрите в 20.00 на канале Союзе по пятницам. Лариса Анатольевна, спасибо вам огромное за такую подробную беседу, подробный рассказ. Я желаю вам отличных заявок и возможностей на все эти заявки. Спасибо большое. Спасибо.